Дальнейшая работа будет осуществляться по созданию в регионе Центра компетенции по цифровизации сельского хозяйства на базе Алтайского государственного аграрного университета. Христианский подход. Почему жители Камня-на-Аби чуть не остались без крещенской купели? Книга за чашкой кофе. Какой предстала перед читателями Краевая библиотека имени Шишкова после глобальной реконструкции? Мы шагнули вперед сразу на несколько уровней, что ли. Рубцовский хлебокомбинат на грани закрытия. 300 сотрудников создали петицию, в которой просят спасти градообразующее предприятие. В документе говорится, что комбинат находится на грани банкротства. Автор, местный депутат КПРФ Анастасия Карелина сообщила. По словам работников предприятия, закрытие завода – дело ближайшего времени. Анастасия говорит, официальных заявлений о закрытии завода пока нет. Как нет и подтверждение долга комбината в 12 миллионов рублей, о чем ранее писали местные СМИ. Руководство на связь не выходит. Отметим, Рубцовский комбинат – городообразующее предприятие и главный поставщик хлебобулочных изделий во всем районе. Мы будем следить за развитием ситуации. В отношении руководства Дворца спорта краевые следователи возбудили уголовное дело. В ведомство обратился один из сотрудников учреждения и заявил, что несколько месяцев не получает заработную плату. По данным следствия, сотруднику не платили с июля по октябрь прошлого года. За эти месяцы руководство должно мужчине 87 тысяч рублей. При этом руководство организации имело реальную возможность для выплат, поскольку на ее счета поступали средства, которые тратились на хозяйственную деятельность. Кроме того, в ходе проверочных мероприятий следствием установлены иные факты нарушения трудовых прав сотрудников организации. С июля по декабрь прошлого года они не получали заработную плату и иные установленные законом выплаты. Сейчас следователи выясняют всю сумму невыплаченных средств и общее число потерпевших. Добавим, что как раз с августа прошлого года, когда людям перестали платить деньги, Краевой дворец спорта закрыли по решению суда. Спасатели обнаружили больше десятка нарушений противопожарной безопасности. Позже владелец здания, Алтайский совет профсоюзов, пытался доказать, что все устранено, но решение суда оставили в силе. Тем не менее, сотрудники учреждения продолжают работать только на других площадках. Алтайский край готов стать пилотной площадкой для цифровизации агропромышленного комплекса. Об этом заявил губернатор нашего региона на 10-м Гайдаровском форуме, который сегодня завершил свою работу в Москве. Три дня участники Международной научно-практической конференции обсуждали варианты развития России и ее отдельных сфер. Особое внимание посвятили аграрному комплексу, а точнее внедрению цифровых технологий в сельском хозяйстве. Я вот совсем недавно, буквально где-то месяц назад, открывал новую ферму, которая полностью роботизирована. Там не только роботизированное доение, там вообще все технологии уборки, в том числе и система навоза удаления. Тамбовская область – ведущий регион по созданию цифровой среды в агропромышленном комплексе. Но есть наработки и в Алтайском крае. По словам губернатора Виктора Томенко, сегодня в нашем регионе внедрена система точного земледелия, в отдельных хозяйствах трудятся тракторы и комбайны с дистанционным управлением, а мониторинг полей ведется из космоса. В ближайшей перспективе Алтайский край готов стать пилотной площадкой для тотального перехода на цифру. Дальнейшая работа будет осуществляться по созданию в регионе центра компетенции по цифровизации сельского хозяйства на базе Алтайского государственного аграрного университета. Будет направление расширения регионального фонда пространственных данных и предоставления на его основе государственных услуг в электронном виде и комплексное внедрение пока что в трех наших экспериментальных хозяйствах системы цифрового сельскохозяйственного производства. Цифровая экономика, подчеркнули эксперты, принесет больший эффект, нежели просто обновление производства. Правда, для этого регионам-пилотам проекта нужно решить как минимум три непростые задачи. Создать в аграрной сфере необходимую инфраструктуру, обеспечить хозяйство суперсовременной техникой и подготовить кадры нового типа мышления. Елена Макаренко, Наши новости. Барнаульский дворец культуры Сиба-Наргамаш пока не будет закрыт. Так сегодня постановил суд Октябрьского района, дав время руководству исправить все нарушения. Напомним, после трагедии в Кемеровской зимней вишне весной прошлого года и последовавших за этим повсеместных проверок пожарной безопасности, в ДК Сиба-Наргамаш было выявлено более 30 нарушений. На сегодня, по словам собственников, осталось лишь два. Как объяснил прокурор железнодорожного района, речь, в частности, идет о системе пожаротушения и оповещения, которые работают, но не соответствуют нормативным параметрам безопасности. Правоохранители попросили суд обязать ответчика устранить нарушения, а до этого запретить эксплуатацию здания. Представитель собственника Дворца культуры согласился с этим лишь частично. В первой части обязать Макарова и ООО «Статус» выполнять нормативные требования и также пункты предписания предоставлены для выполнения. Со второй частью иск мы не согласны, так как работа выполняется. В итоге суд, правда, в закрытом от прессы режиме, рассмотрел аргументы сторон и постановил перенести заседание на 22 февраля. В следующий раз ответчик должен предоставить доказательства того, что указанные нарушения окончательно устранены. Пока дворец продолжает работать. Между тем, напомним, сегодня в Краевой столице из-за нарушений по-прежнему закрыты две игровые зоны в ТРЦ «Галактика». Камень на Аби едва не остался без крещенской купели. На сайте местной газеты появилась информация, что местный священник отказывается освещать ледяную прорубь. К такому решению батюшку вынудило непристойное поведение толп пьяных купающихся. Сегодня в районной администрации прошло экстренное совещание, на котором власти буквально уговаривали священника Николая Гордиенко поменять решение. Батюшка настаивал, что к проруби приходит немало нетрезвых людей. Но в итоге пошел навстречу общественности. У меня была информация о том, что такие факты имеют место быть, но они, в принципе, возможны не в нашем районе. Но когда мне факты предъявили, то, конечно же, я вошла в это положение. Но, тем не менее, комиссия, все убеждали, люди звонят, все переживают и беспокоятся все-таки больше порядочных людей, чем вот не совсем. Каменская купель на Абе, о которой идет речь, единственная официальная в городе. Осветят ее в 10 утра 19 января. Кроме того, батюшка благословил и проведение на реке Крестного Хода, которое он хотел отменить все по той же причине. Как пояснили в администрации, в этом году особое внимание власти уделят не только безопасности купающихся, но и соблюдению порядка. В частности, бригады полиции начнут дежурить с ночи на крещении, пробудут на льду больше суток. Нетрезвых горожан в купель пускать не будут. В библиотеке имени Шишкова впервые за полвека провели глобальный ремонт. Первые посетители уже отметили, в Шишковку будто вдохнули вторую жизнь. В здании появилось свое кафе, зоны отдыха, пункты самовыдачи книг и не только. Наша съемочная группа оценила новый интерьер библиотеки. Здесь так же многолюдно, как 40, 30, 20 лет назад, когда за книгами стояли в огромных очередях. Старая добрая Шишковка сегодня помолодела. Неузнаваемый интерьер, зоны отдыха, кафе, пункты самовыдачи книг, новая мебель и компьютеры. Это первый ремонт библиотеки почти за полвека. В 1972 году библиотека открылась. Это, пожалуй, было самое современное здание в городе Барнауле. Очень красиво было. Все по-другому, конечно, все по-другому выглядело. На модернизацию первого этажа библиотеки было потрачено 12 миллионов рублей из краевого бюджета. Для ремонта, который шел около года, были приглашены строители из Рязани. Они специализируются именно на проектировании библиотечных пространств. Мы все время догоняем, потому что мы глухая провинция. А вот в данном случае мы шагнули вперед сразу на несколько уровней, что ли. Взял книжку, сел на диванчик, встретил хорошего знакомого. Сел в кресло, поговорил. Необходимая информация, хороший интернет, правильные мониторы. Все очень удобно, все продумано. Книговорот в Шишковке появился впервые. Теперь можно забрать понравившуюся книгу домой или принести свою в дар библиотеке. Например, Александру Романенко приглянулись дети капитана Гранта. Председатель АКЗС сказал, что передаст книгу внучке. Она ее вернет. Хорошо, и возьмет потом другую. Да, и возьмет другую. Директор главной библиотеки края говорит, что сейчас студенты в основном предпочитают литературу в интернете. Но ничего плохого в этом не видят. Готовы ли вы сегодня потратить свое время для того, чтобы отстоять очереди? Кто-то привык стоять в очереди в магазинах сейчас, где-то еще. Очередь – это не признак хорошего, не признак качественного. И тем не менее, всего за прошлый год библиотеку посетило около 72 тысяч человек. Получается, примерно 200 человек каждый день приходят сюда, чтобы прикоснуться к уникальному фонду Шишковки. К слову, сегодня в ее коллекции находится около полутора миллионов печатных изданий. Ирина Корчагина, Андрей Печеркин. Наши новости. Привлечь как можно больше болельщиков своей игрой. Именно такую задачу ставят футболисты «Динамо» перед весенней частью чемпионата. Сейчас команда вышла из опуска и приступила к тренировкам. Несмотря на межсезонье, наш корреспондент и болельщик Кирилл Политов уже готовятся поддержать любимый клуб. Кирилл, как идет подготовка к матчам у вас и футболистов? Соскучились наверняка друг по другу? Да, Татьяна, я к футбольным матчам-то я уже приготовился. Достал из шкафа свой любимый футбольный шарф с буквой «Д». Вот нагладил его. Но «Динамо» пока не готова к матчам, но готовится. После перерыва футболисты вышли на газон вот этого современного спортивного комплекса «Темп». Здесь они проходят тренировки во втягивающем режиме. Что касается приобретений, конечно же, безусловно, они будут. Это Данил Гавиловский, возможно, пополнит ряды. И Роман Тузовский. Из потери на просмотр отправится, возможно, защитник Ершов, новотроицкую носку. Праздники немного затянулись, все равно хорошо. Все здоровые вышли из отпуска практически без потерь. Атмосфера позитивная. Что сейчас? Пробуем что-то новое тренировать. Смотрим, как весной будет результат или нет. Безусловно, одной из главных новостей стало назначение Александра Суровцева тренером «Динамо». Именно он и будет готовить команду к весенним матчам чемпионата. Что касается Сергея Шишкина, здесь пока ситуация не ясна. Контракт у него до конца мая. Скорее всего, он будет не расторгнут. Поэтому пока неизвестно, приедет ли вообще тренер сюда, в Барнаул. Возможно, он останется у себя дома в Самаре. Но зарплату будет, тем не менее, получать. Я хочу, чтобы все-таки мы все болельщики, и команда, и журналисты, все-таки, ну, моя, во всяком случае, мечта, пришли к другому направлению, к положительному. Могу только сказать, что ситуация в клубе навсегда никогда не была простой. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы мы все вместе пришли к какому-то положительному итогу. Возвращаясь вновь к тренировкам, скажем, что команда их продолжит здесь, в современном манеже темп, как я уже сказал ранее. И при этом будет совмещать их с манежем политехнического вуза. Но там, правда, вот покрытие оставляет желать лучшего. Что касается непосредственно контрольных матчей. В феврале запланирован турнир. Правда, неизвестно количество участников. Как сказал Александр Валерьевич, многие... Просто не набирается состав участников. И, возможно, Динамо заявилось лишь одно, заявится лишь одно. Сыграют в апреле на традиционном турнире Фомичева. И потом уже выходят плавно на официальные матчи чемпионата. Пока же тренировки, тренировки и еще раз тренировки. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте» «Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте» «Эвалар». Почувствуйте разницу. В крае переменная облачность, возможен снег. Самым теплым день обещает быть в Белокурихе – минус 7 градусов. 9 градусов мороза в Бийске, в Камнино-Аби из Миногорске – минус 10, минус 11 в Заринске и Рубцовске. В Барнауле ночью около 17 градусов мороза, днем до минус 11 и слабый северо-западный ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. А у меня на этом все новости. Хорошего вам настроения и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok